Добрый вечер С Надеждой Николаевной Болтенко практически сразу после мероприятий, посвященных Дню защиты детей, я, во-первых, поздравляю всех новосибирцев с этим днем, который в нашей стране принято отмечать именно как праздник. Вы, Надежда Николаевна, как главный защитник, наверное, да, можно так сказать, новосибирских детей побывали на многих мероприятиях, они у нас впервые за последние два года прошли так по-настоящему ярко и массово. Какие у вас остались впечатления от праздника и вообще с каким чувством вы встречаете этот день? Ощущения были самые положительные, радостные, потому что мы все взрослые увидели, как дети соскучились по общению друг с другом. Да и мы взрослые соскучились, потому что действительно традиционно в нашей Новосибирской области, в городе Новосибирске, во всех городах, районах, центрах, поселения, вот, мы много уделяем внимания детям и вот в преддверии в этом году, первому июня, мы провели такую неделю, посвященную детству. Я здесь благодарю Андрея Александровича Травникова, что он поддержал эту инициативу и такие большие мероприятия были организованы на всей территории нашей Новосибирской области. Это были и праздники, это были и круглые столы, и добрые встречи, и мероприятия спортивные, творческие, в которые вовлекались и дети, и их родители. И в целом много было мероприятий посвящено семье, потому что действительно мы говорим, что в нашем государстве благополучие детей имеет первостепенное значение и для государства, и для всего нашего сообщества. И поэтому вот эта неделя как раз она и была выстроена. Хотя мы по своей службе, мы понимаем, что у нас нет недели, посвященной детям, день посвященный, вся наша жизнь взрослых людей посвящена нашим детям. И поэтому, наверное, и указом президента был учрежден Институт уполномоченного по правам ребенка в 2009 году, потому что дети сегодня нуждаются в приоритетной защите своих прав, благополучия детей в руках нас. Вот как раз, да, мой следующий вопрос, что вы работали в разных структурах, на разных уровнях власти за всю свою богатую биографию. А насколько было сложно перестроиться и вот выбрать именно эту сферу деятельности, защиту детей? И связано ли это вот с первоначальным выбором профессии? Вы знаете, я благодарна судьбе, что так сложилось. Я начинала свою профессиональную деятельность. Как врач-педиатр. Да, как врач-педиатр. И мне кажется, я и на школьной скамье, у меня была мечта быть врачом, именно детским врачом. И мне вот так удачно сложилось, что сегодня я работаю с детьми. И где бы я ни работала, и будучи депутатом городского совета, председателем совета депутатов, работаю с сенатором, с сенатором, как раз все вопросы, связанные с детьми, это было у меня в приоритете. В любом случае на первом месте. Да, и меня это интересовало, и я занималась программами. Я никогда не забуду ту большой проект, программу «Город дети», которую мы с депутатами принимали, и она, по-моему, два созыва в нашем городе работала. Это была уникальнейшая программа, посвященная детям. Под нее закладывался бюджет на территорию города Новосибирска. И как раз она тоже касалась вопросов воспитания, здоровья детей, образования детей, благополучия наших детей, решениях социальных вопросов. И сейчас вот так сложилось. Но, вы знаете, когда я пришла на эту должность, мне казалось, я все знаю. А что здесь такое? Ну, защищаю интересы детей. Ну, вот три года работаю, и я погружаюсь и в специфику работы, и в те проблемы, которыми сталкиваются наши дети, родители, семьи, и все наше сообщество. И я понимаю, как много делается в нашем регионе в интересах детей, но как много еще предстоит нам сделать. Ну, вот не все, наверное, новосибирцы все-таки представляют в полной мере, чем же занимается детский омбудсмен. Вот можно как-то вот очертить круг ваших вопросов, которые вы решаете, сфер, на которые вы можете повлиять? И вообще, как вы считаете, от чего и от кого вот сегодня, в первую очередь, нужно защищать наших детей? Вот знаете, ну, не очень такой, наверное, корректный вопрос, от чего нужно защищать детей. Ну, у нас День защиты детей, ну, в целом задача и так далее, полномочного. Да, задача полномочного – это оказание содействия в обеспечении гарантии государственной защиты прав и законных интересов детей. Мы должны содействовать в реализации и восстановлении нарушенных прав и законных интересов детей. И все это возможно только при взаимодействии с органами государственной власти, с органами местного самоуправления, общественными объединениями, некоммерческими организациями, которые расположены на нашей территории. Считаю, тоже одной из основных задач – это анализ информации по вопросам вот соблюдения прав и интересов детей на территории нашего города. И, конечно, мы выстраиваем свою работу, это в первую очередь мы рассматриваем все обращения граждан, которые поступают в наш аппарат, и обращения касаются именно нарушения прав и законных интересов детей. И мы, опять же, совместно с государственными органами, с различными структурами власти принимаем соответствующие решения, которые, в общем-то, в соответствии с нашим законодательством. Мы совместно с определенными структурами, органами профилактики проводим различные проверки, там, где вопросы касаются нарушения прав и интересов детей. Одна из приоритетных наших разделов работы, это, конечно, одним из приоритетов является прием граждан. Мы стараемся выстраивать и оказывать помощь для наших граждан в получении бесплатной консультативной помощи. Поэтому мы работаем с нашими институтами, с нашими ассоциацией. Нам очень помогает Томский юридический институт. Сейчас Нархоз стал помогать. В этом плане ассоциация юристов, ассоциация адвокатов, департамент юридический в правительстве, Минюст нам помогает. То есть администрации районов на местах, их отделы юридические, правовые. Потому что, особенно в этом году, мы видим, что обращения по оказанию консультаций и юридической помощи не уменьшаются. В докладе перед депутатами ЗАГС Собрания, как раз вы говорили, что количество обращений даже выросло. Да, выросло, да. И сейчас эти обращения еще касаются и помощи, и поддержки, и участия в судебных делах. Поэтому мы вместе с соответствующими органами готовим необходимые документы для участия в судебных процессах. Мы выстроили очень такую, считаю, нужную работу с нашим областным судом, непосредственно с руководителем. У нас пришел новый руководитель областного суда, очень энергичный, очень профессиональный. И даже уже наши дети побывали на экскурсии в областном суде, да, познакомились. И увидели вообще чем и как, что такое, что это за орган, какая система. Я здесь очень благодарю наших всех судей, которые работают с нами в таком постоянном контакте. Мы не подменяем ни один орган. Вот иногда нам в обращениях поступают, накажите, запретите, примите меры по отношению там. Нет, вот как раз особенность уполномоченного по правам ребенка, мы не подменяем ни один орган. Мы не подменяем ни исполнительную власть, мы не вмешиваемся в судебные дела, мы не вмешиваемся в расследование, в работу органов УВД, полиции, Следственного комитета. То есть мы как раз тот орган, который сотрудничает совместно со всеми правоохранительными органами, органами власти, для того, чтобы вот те проблемы, которые возникают у наших детей, очень оперативно, вовремя, значит, решить и восстановить права наших детей. То есть я так понимаю, что вы такой как бы главный координатор, ну условно говоря, между разными органами. Ирина, я бы сказала, мы в первую очередь тот орган, который есть между населением и между обществом, исполнительной властью и тех органов, которые сегодня должны помогать отстаивать интересы наших детей. Да, действительно, мы являемся как бы коммуникаторами, мы являемся как раз вот той площадке, где объединяются очень многие структуры власти в решении проблем, опять же, в интересах детей. Поэтому у нас постоянно при уполномоченном, вернее, не постоянно, у нас при уполномоченном создан общественный совет. Он состоит из общественных организаций, на которые мы поднимаем те вопросы, которые перед нами нам задают или пишут, или обращаются к нам общественные организации. Вот буквально на прошлой неделе состоялось заседание общественного совета, где мы обсуждали по предложению общественных организаций вопросы здравоохранения. Мы оказание медицинской реабилитационной помощи детям-инвалидам. И как раз вот это та площадка, где люди, которые видят проблемы, у которых есть предложение, как можно решить эти проблемы, они это доносят, допустим, до Министерства здравоохранения, до руководителей учреждений. Вот как раз наша задача вот здесь найти всем сообществам и профессиональным, и некоммерческие организации, и теми людьми, которые активно неравнодушны в решении, в интересах наших детей. Мы продолжаем вечерний разговор, и сегодня мы говорим о защите детей с Надеждой Николаевной Болтенко. Давайте как раз мы в этом блоке поговорим об обращениях граждан. Мы уже сказали, что обращений стало гораздо больше за последний год. То есть Институт Уполномоченного по правам ребенка, он востребован в нашем городе и области. Надежда Николаевна, а как часто и кто обычно обращается к вам за помощью, насколько сложно вообще попасть к вам на прием или дозвониться до вас, и как вообще и куда обращаться? Вы знаете, прием я провожу еженедельно по понедельникам с двух часов, с 14 часов на Кирово-3. Можно записаться на прием через сайт, и как правило мы просим через сайт просто выйти в интернет, найти Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области. Там есть окошечко, где на прием записаться или подать свое обращение. Поэтому самое главное, чтобы люди понимали и четко могли сформулировать те вопросы и ту проблему, с которой они обращаются к нам. И здесь мы независимо в какой форме поступило обращение, устного, письменного, через личный прием или просто на горячую линию, у нас горячая линия, телефон тоже мы работаем. Это все есть на сайте в течение практически суток. У нас каждый день дежурство на горячей линии, сотрудники по очереди дежурят. Действительно обращение у нас по сравнению с каждым годом растет, не так много, но обращение есть. Мы ищем новые формы работы. И вот сейчас, в том числе на примере и вашего городского радио, мы сотрудничаем со всеми СМИ. Мы, значит, через интернет мониторим все проблемы, которые возникают у детей в соцсетях. Поэтому можно и через телеграм-канал, в котором я зарегистрирована, давать свои, задавать вопросы, предложения. То есть мы открыты, и как раз вот эта цифрализация, которая сегодня так называемая в народе, она нам позволила намного быть открытыми для получения информации и для связи с населением. И более быстрого решения каких-то вопросов. И для того, чтобы быстрее решить вопросы, вот мы уже сегодня работаем, да, направляем обращения. Но если есть такие, ну, кричайшие вопросы, вот как сегодня мне пришло обращение по тому, что родители, жалобы обратились, они недовольны результатом проведенного ЕГЭ. Я уже непосредственно сразу связываюсь или с учреждением, или с департаментом, или с районным отделом образования для оперативности. Потому что порой нужно уходить, я считаю, нужно уходить от бюрократии. В отношении детей никакой не должно присутствовать в бюрократии. Нужно очень оперативно разобраться в этой ситуации и принять меры. Потому что иногда от этого зависит благополучие ребенка, его здоровье, его жизнь. Да, как раз вот у нас сейчас звонок в студию. Есть вопрос. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос Надежде Николаевне. Здравствуйте. Я хочу вас добиться помощи. Ситуация такая. Сколько народу не говоришь, что взрослые, что молодые. На территории школы, на стадионе этой школы выгуливают собак. Ну что такое, елки-палки. Там дети. Сейчас вот вообще дети там полно на стадионе. Какая школа? Скажите, пожалуйста, какой номер школы? 177-я школа. Это на Бориса Богоцкого. 177-я. Да. А к руководству школы вы обращались? Да там дети сами уже нарисовали трапореты, что выгуливают собак запрещен. Исполезно. Как выгуливают, так и выгуливают. А ваше имя и отчество? Иду, иду, иду. А ваше имя и отчество? Нельзя же выгуливать собак. А где мы будем выгуливать еще? А ваше имя и отчество, пожалуйста. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, вы действительно подняли тему, по которой к нам тоже обращаются. Значит, здесь в первую очередь должна руководство школы, администрация школы решить этот вопрос с администрацией района и с правоохранительными органами. Я приняла ваш вопрос, завтра же начну рассматривать его, потому что с целью безопасности, вы абсолютно правы, Сергей Николаевич, это безопасность детей на территории школы. И за безопасность детей как внутри школы, так и на территории отвечает директор школы. Поэтому завтра посмотрим, чем нужно помочь директору школы для того, чтобы обезопасить наших детей. Спасибо за вопрос. Ну, мы продолжаем программу. Я думаю, что с этим вопросом не такая большая проблема, я думаю, что можно будет решать. Нет, вы знаете, это, к сожалению... Или это часто, да? К сожалению, это проблема с выгулами собак. Проблема, когда, к сожалению, не все владельцы животных понимают, что они несут ответственность за своих животных. И поэтому безответственные владельцы животных иногда безответственность приводит к трагедиям, когда дети травмируются. И, ну, по крайней мере, даже есть случаи гибели детей, но это во всероссийском таком масштабе. Поэтому в рамках акции «Безопасное детство», которую мы проводим ежегодно, у нас как раз есть вопросы и в адрес администрации районов и городов о том, чтобы они с повестки своей работы, своей деятельности не снимали этот вопрос. Работа с людьми, которые имеют домашних животных, с вопросами по созданию площадок для выгула собак. Ну, это вечная тема, она не остается без нашего внимания, но проблемы есть. И поэтому каждый случай, касающийся вот данным, то, что сегодня прозвучало от Сергея Николаевича, он рассматривается и практически решается. Ну, вот сейчас как раз лето, еще одна проблема безопасности – это то, что дети, в общем, больше заняты отдыхом, да, и в том числе, как вы работаете с ГИБДД, да, по безопасности на дорогах. Это же тоже, наверное, отдельная программа. Да, это в рамках акции «Безопасное детство». Значит, мы при уполномоченном, создана у нас рабочая группа по профилактике гибели детей от внешних причин. Это, к сожалению, цифры неутешительные и для нашего региона, еще раз подчеркиваю, и для Сибирского федерального округа. К сожалению, гибель детей от внешних причин имеет место. Поэтому мы с МЧС, с УВД, с ГИБДД проводим, в первую очередь, это рейды профилактические. В течение года мы проводим встречу с ребятами, с несовершеннолетними, по различным, значит, с лекциями, с мастер-классами. Мы готовим фильмы, проводим беседы в плане профилактики. Мы не столько говорим, что нельзя, мы объясняем, а почему сегодня и взрослые, в первую очередь, и несовершеннолетние, должны поступать так. Буквально работаем с транспортной полицией, очень тесно. Но все это в проведении таких профилактических мероприятий, мастер-классов. Выезжаем на территории районов города, области. Ребятишки любят эти очень встречи. Начинаем работы с самого дошкольного возраста, с наших дошкольных учреждений. Работаем с форпостом. Я благодарю Ирину, которая очень много, у нее есть программ различных разработок таких, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Но, к сожалению, случаи такие есть. И самое печальное, что причиной является безответственность взрослых. Взрослые нарушают права дорожно-транспортные. Взрослые не обучают вовремя детей правилам дорожного движения. И вот это, конечно, я считаю, если бы еще и родители, и взрослые подключились бы к этой нашей совместной работе, я думаю, что травматизма, ну и, конечно, мы бы не допускали гибели детей. Ну, надо же, наверное, сказать, что достаточно даже своим примером показать. Если родители нарушают сами правила дорожного движения на глазах своего ребенка, понятно, что как он будет себя вести. Ну, если родитель идет на красный свет, то ребенок на подкорковом таком уровне, он тоже будет повторять. Дети копируют своих родителей, копируют нас, взрослых. И вот здесь нам нужно очень понимать и не забывать об этом никогда. Вот сейчас у нас уже есть случай гибели детей на водных объектах. Причины. Дети были предоставлены сами себе. Сколько бы ни выставлялись ограждения, сколько бы ни предупреждались о том, что на этих водоемах запрещено купание. Потому что мы не можем. Мы Сибирь, да, у нас есть реки, озера, различные водные объекты, на которых мы просто не можем охватить и везде выставить охрану. Конечно, рассылаются и всевозможные буклеты готовятся. Они рассылаются. Мы на сайте рассказываем, да, лекции проводятся, чтение, всевозможные встречи, когда тематические, где мы говорим об опасности на воде. Но это дети. Они, когда остаются без присмотра, без внимания родителей, Они же ведь у нас такие смелые. Жизнь еще их не научила, как у нас взрослых. Но самое печальное, вот по прошлому году, когда гибли дети на воде, когда в присутствии родителей, которые вели себя недолжным образом, что повлекло за собой гибель детей. Вот это самое страшное. Добрый вечер. Мы продолжаем вечерний разговор на городской волне. У нас в гостях уполномоченный по правам ребенка Надежда Николаевна Болтенко. И говорим мы сегодня о защите и поддержке детей и подростков в Новосибирской области. Есть безопасность и опасность в том числе от внешних факторов, да. А есть такие острые и злободневные проблемы жестокости суициды. Ну вот, к сожалению, буквально за последний месяц было несколько резонансных случаев таких в Новосибирской области. Отслеживаете ли вы их лично, Надежда Николаевна? Как и чем детский омбудсмен может помочь в таких ситуациях? Существуют ли сегодня реальные способы профилактики вот этих страшных явлений? Каждый случай – это ЧП, это трагедия. Каждый случай я лично рассматриваю. Мы вместе с моими помощниками и вместе со всеми органами профилактики выезжаем в те учреждения, где происходят случаи смерти детей от суицидов. К сожалению, за этот год цифры остаются напряженные. Особенно последние случаи, которые произошли. Понимаете, у нас сегодня в Новосибирской области есть целая программа по профилактике суицидов и суицидальных попыток. Работают практически все над этой проблемой. Все. И система образования, и здравоохранения, Министерство труда и социального защиты. У нас есть учреждения, в которых работают профессионалы, психологи, медицинские психологи. В школах работают воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители. Вот самый возраст, который, будем говорить, уязвим, да, вот где эта опасность предстерегает, это возраст, когда дети из начальной школы переходят в среднее звено. И, к сожалению, сегодня, когда мы рассматриваем каждый случай, то мы видим, что проблема в том, что где-то взрослые родители, педагоги, не дооценили поведение ребёнка, не обратили внимания на то, что происходит с ребёнком, как он стал учиться, почему у него появились конфликты со своими одноклассниками, почему он стал прогуливать уроки, почему он потерял полнейший интерес к школе. И вот эти как раз моменты и ряд других моментов, которые должны у всех взрослых, кто сегодня, у кого на глазах ребёнок, обратить на это внимание и не пройти мимо. У нас же сегодня в школах проходит тестирование детей, тестирование на их психоэмоциональное состояние. И порой не всегда правильно об этом тестировании педагоги информируют родителей, цели, задачи, что нужно дальше делать по результатам тестирования. И возникает такая, будем говорить, боязнь у родителей, опасность у родителей. Вот если что-то там нашли, какие-то отклонения или какие-то появляются вопросы к ребёнку, всё, это завтра уже к психиатру и психиатрическая больница. Вот этого не надо, потому что сегодня, а тестирование – это опрос. Это заполнение определённых вот таких анкетов, которые разработаны, поведенческие реакции ребёнка отмечаются, его морально-психологическое состояние, его успехи в школе, его отношения с одноклассниками, то есть его поведение и так далее. И вот здесь, если классный руководитель, если социальный педагог, если психолог, педагог-психолог, и это всё отработано в школе, то родители могут за своих детей не беспокоиться. Потому что ребёнок всегда находится во внимании школы, и если возникают какие-то такие ситуации, на которые нужно обратить внимание родителям и провести какие-то соответствующие там меры, да, осуществить, то об этом школа обязательно родители предупредить. И этого бояться не надо. Для того, чтобы, значит, действительно, вот вы отметили правильно, из тех обращений, которые поступают к уполномоченному за 21 год, больше всего обращений пришло, практически половина – это на конфликты в школе. Конфликты в школе между учениками, между учениками-педагогами, педагогами и родителями, между родителями учеников. И вот здесь, и чем вот помочь может уполномоченная, как раз мы проанализируем вместе с Министерством образования, насколько сегодня развиты службы медиации или службы примирения работают в школах. Насколько они эффективны, насколько в службу медиации вовлечены сами дети. И здесь у нас есть общественная организация, есть ассоциация медиаторов. И мы сегодня, вот буквально тоже, по-моему, на прошлой неделе или 10 дней назад проводили заседание экспертного совета, в котором приуполномоченные принимают участие ректор педуниверситета, главный психиатр области, принимают специалисты, кандидаты наук, профессора, которые сегодня являются психологами, являются медицинскими психологами, социологи. И мы обсуждали как раз вот тот анализ, который удалось провести, что необходимо, какие сегодня рекомендации дать непосредственно в учебные заведения, в те центры, которые сегодня организованы. У нас же в каждом районе области города есть кризисные центры. Вот люди наверняка об этом не знают. Да, которые могут посещать дети, родители вместе, семья. Семейную терапию, да, проходить. Поэтому мы как раз на это обращали внимание по информации, насколько сегодня информационно выстроена вот эта система. И поэтому сейчас мы готовим целый такой информационный пакет для того, чтобы и на сайте он будет размещен, для того, чтобы родители знали, куда обратиться и где им могут помочь. И если возникают конфликты, нельзя отстраняться, устраняться от них. И здесь вот опять я вижу, анализируя, да, по школам, там, где директор школы занимается воспитательной работой, и где в школе быстро, неформально воспитательная работа. У нас же в каждой школе есть программа воспитательная. И вы же знаете, Ирина, что уже начиная с 22-го, с 21-го года школы уже свой образовательный процесс, то есть если мы раньше говорили, школа это главное образование, знание, то сегодня школа уже перестроила свои программы образовательные есть и есть воспитательные. И если вот воспитательные программы выстроены неформально, они выстроены в отношении индивидуально каждого ребенка, то тогда в этих школах проблем у детей будет намного меньше. Второе, считаю, что обязательно должен быть выстроен контакт с родителями. И если сегодня и родители, и педагоги в школе, в детском саду понимают, что только от их совместной работы зависит, да, от понимания друг друга, от участия друг друга, зависит воспитание и благополучие ребенка. И даже жизнь ребенка, что касается суицида. Да, и поэтому мы сегодня у нас есть такой проект, и мы его реализуем вместе с дошкольными учреждениями, как молодой родитель. Это цель этого проекта как раз убедить родителей, обучить родителей, доказать им, то есть привить им то, что сегодня только вместе и благополучие ребенка зависит. И если сегодня некоторые родители говорят, мы отдали ребенка, вот и вы за это отвечаете. Вы и воспитываете, да? Нет, уважаемые родители, сегодня за детей отвечают родители. И до 18 лет у вас есть не только права, а есть и обязанности. Их, получил ли паспорт ребенок, не получил ли, 16 лет ему исполнилось. До 18 лет мы с вами вместе отвечаем за наших детей. И поэтому наш аппарат, мы открыты для того, что если возникают какие-то ситуации, мы всегда поможем, подскажем, проконсультируем и вместе найдем выход во благо наших детей. И вот где родители это понимают, а у нас есть и родительское сообщество, с которым они у нас не только эксперт, они консультанты, они наши советчики. Мы даже вот привлекаем общественные некоммерческие организации, как Совет Отцов. Вот у нас был случай, когда вот один из родителей из отцов, ну просто вот, жалуется и на то, и на то, это из сельской школы, все, что в школе плохо-плохо. Совет Отцов выехал туда, посмотрели, вместе с отцом рассмотрели все вопросы, с администрацией школы. И проблемы нет, по крайней мере, к нам больше никто не обращается. А то буквально еженедельно какой-то факт, еженедельно какой-то факт. И здесь вот я обращаю внимание наших родителей, что вот опять же те же суициды, суицидальные попытки. Когда анализируем, там, следственные органы, следственный комитет, да, они же расследуют каждый этот случай и видят конфликт с родителями. И вот мы это видим, что, понимаете, родители как-то вот недопонимают своих детей. Я не хочу сказать, что они устраняются. Нет, они решают проблемы детей. Дети накормлены, дети одеты, обуты, есть контроль родительский такой постоянный. Но нужно внимание, понимание, терпение к детям. Нужно чувствовать, чем живет ребенок, что его беспокоит. И если у ребенка что-то меняется в его поведении, в его отношении, в его интересах, на это нужно обращать внимание. Нельзя проходить мимо. Второе. Нужно понимать, что дети у нас сегодня, они современные. И они сегодня имеют право на свое личное пространство. Они имеют право, как сами несовершеннолетние говорят, на свое мнение, да. И в этом плане надо учитывать интересы детей. Вот один из случаев, когда девочка, ну, гуманитария, она творческая личность. А ее почему-то родители считали, что она должна обучаться в физико-математическом классе. Педагоги не то, что не обратили на это внимание, но никаким-то образом не поработали с родителями, да. Не убедили родителей, что девочки лучше, а в этой же школе есть гуманитарные классы. Что ребенку будет там комфортней, она будет там учиться. Но есть у нас вот генами, генетиками заложено, что вот кто-то хороший артист, а кто-то там светило-математик. И вот в этом плане надо быть очень внимательным к детям. Понимаете, к детям надо быть внимательным. Это дети, их надо любить, очень понимать, очень жить их жизнью. Не контролировать, вот как у нас есть, и почему дети тоже совершают особые поступки. Не наказывать, да, потому что вы абсолютно правы сказали, что сегодня все-таки жестокое отношение присутствует в жизни нашей к детям. И это не только физическое. Сегодня в случае психологического воздействия, жестокого обращения с детьми, оно имеет место и порой превалирует. И вот здесь на это нужно обращать внимание, потому что дети наши очень ранимые, они очень впечатлительные, они очень отзывчивые, они впитывают. Вот знаете, мы же вот обращаем внимание на ростки. Вот это, да, и вот так же наши детки. Мы продолжаем вечерний разговор. У нас в гостях Надежда Николаевна Балтынка. Вот сейчас как раз она продолжила. Наш разговор о том, к чему, к сожалению, приводит невнимательное отношение к детям, вплоть до суицидов, конечно же, нужно быть очень внимательным в любой проблемной ситуации, не оставаться равнодушными. Мы говорили вот о насилии в семье, оно может быть же не только физическим, но и психологическим. И я считаю, и думаю, что Надежда Николаевна меня поддержит, что вот в данном случае, наверное, важно, чтобы еще и окружение было неравнодушным. Потому что вот мы знаем случаи, когда там ребенка годами избивали, и когда уже его вот переломанного там в больницу увезли, но это не в нашем регионе, да, только тогда все сказали, ну да, мы слышали крики, да, за стеной, ну думали там, ну семейные разборки. Но ведь так, наверное, нельзя поступать. Прежде всего, если вы знаете, что происходит что-то не то в семье, и там тем более есть ребенок, ну надо же обращаться не только к эмбудсмену, но хотя бы к участковому своему элементарному. Поэтому мы, у нас тесное сотрудничество и связь с педагогическим сообществом, и мы с директорами школ встречаясь, говорим о том, что обращайте внимание на детей, потому что, возможно, в какой-то семье есть проблемы, чтобы они реагировали, подключали нас. И мы еще раз хочу обратить внимание всех, мы не карающий орган, мы никого не наказываем, мы как раз вот те люди, которые аппарат, я, которые должны разобраться в этой ситуации и помочь, подключить всех, тех, кто обязан и может решить эту проблему. Поэтому мы работаем и с общественными организациями некоммерческими. У меня в каждом районе города и области есть общественные помощники, то есть люди, которые сегодня работают тесно как с населением на местах, по месту жительства, так и с администрациями районов и городов. И здесь вы абсолютно, Ирина, правы, чтобы взрослые понимали, что это дети. Дети разные. Вот сегодня у нас все больше детей, мы говорим, так называемые, гиперактивные. И чтобы вот агрессия со стороны родителей, вы же взрослые люди, со стороны взрослых, они не доходили до таких эмоций, до агрессивного поведения, когда начинают ребёнка на улице избивать, начинают его оскорблять. Но ни в коем случае это нельзя. Наберитесь терпения, выясните, откуда этот ребёнок, почему он так ведёт. У нас же достаточно много органов профилактики. Это ПДН, это КДН. У нас, если видят, что что-то с ребёнком, да, как бы нарушаются его права, или он попадает в сложную жизненную ситуацию, у нас есть органы опеки. У нас есть замы, глав по социальным вопросам, к которым тоже относятся. То есть у нас очень много служб, которые сегодня стоят на защите прав и интересов детей. Дмитрий Николаевна, я хочу в завершении программы вас спросить, как вы считаете, что самое сложное и самое приятное в вашей работе? И вот о чём бы вы могли сказать, что вот этот случай меня потряс, может быть, в хорошем смысле или в плохом. Вот как вы себя ощущаете уже три года вы на посту омбудсмена детского? Вы знаете, самое, наверное, и что помогает в этой работе, то, что когда ты решаешь положительно в интересах детей, ты разрешаешь или иную ситуацию. Когда ты просто помог ребёнку, помог семье. Пойти в детский сад, решить вопрос какой-то конфликтный, устранить конфликт в школе, помочь ребёнку в получении пособий, да, или вот как у нас вопросов очень много в этом году в прошедшем поступало от родителей иностранных граждан, где, ну так как мы называем, дети иммигрантов, да, когда они не всегда имели вид на жительство, но ребёнок нуждался в оказании медицинской помощи. Здесь я благодарю Министерство здравоохранения, что мы совместно это решали. Вот когда удаётся что-то сделать для детей, самый сложный для меня вопрос, это когда не удаётся убедить, переубедить взрослых. Когда взрослые остаются при своём мнении и не хотят меняться в лучшую сторону в интересах детей. Чтобы помочь своему ребёнку. Да, и второе, да, когда к нам обращаются, и ты видишь, что по-человечески это должно быть вот так, но законы, да, постановления, любые нормативные документы не позволяют решить эту проблему, да, этот вопрос в интересах детей. И поэтому здесь мы уже разбираемся с этим случаем, готовим предложение в законодательное собрание. И здесь вот Андрей Иванович Шемкиев, он очень внимательно на это реагирует и отвечает. Обращаемся в правительство, лично к губернатору Андрею Александровичу. И вот тот контакт, который есть, нам удаётся, но это по времени, ну, это играет временной фактор, потому что, чтобы внести и решить изменить законы или внести какие-то изменения в закон, на это требуется время. Но и законодательное собрание, и правительство, мы сегодня работаем над каждым случаем в отдельности. Вот я бы так сказала, наверное, два. А всё остальное мы вместе решаем. Вот по поводу законов, я кратенько, у нас мало времени осталось. Недавно федеральное собрание приняло закон об ужесточении меры наказания для педофилов-рецидивистов. Вот как вы к этому относитесь? И, может быть, поднимали, когда были сенатором этот вопрос? Да, и когда сенатором поднимало, и здесь, когда вот у нас прям был период, и такие случаи, да, что увеличилось количество таких случаев. Я считаю, что в отношении этих людей должны быть самые жёсткие меры. Самые. Я бы ещё жёстче поступила. Спасибо большое. И в конце программы ещё раз давайте напомним нашим всем радиослушателям, как вас найти, где вы находитесь, и как к вам обратиться. Мы находимся на Кирово-3, 708-й мой кабинет. И на сайте уполномоченной по правам ребёнка Новосибирской области вся есть информация, все есть телефоны. Мы открыты для вас. Давайте будем любить своих детей, потому что благополучие и будущее, и успех наших детей только в наших с вами руках. Я готова помогать, поддерживать во имя наших детей. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо, Надежда Николаевна. Я надеюсь, что для наших слушателей разговор был интересным и полезным. Я ещё раз призываю всех быть неравнодушными, быть внимательными к своим детям. До встречи в эфире. Здоровья и успехов вам, вашим детям и вашим родителям. Всего доброго.